Здравствуйте, братья и сестры! Одно из откровений Божиих заключается в том, что мы с вами люди подсудимые. Мы ходим под судом, и кроме суда гражданского уголовного есть суд совести, а кроме этого тяжелого суда, о котором в народе сказано, что у совести нет зубов, но она до смерти сожрет. Кроме суда совести, собственно, есть суд Евангелия и суд Божий, который ожидает всякого человека. Вот неделя, в которую мы вступаем, есть неделя о страшном суде, мы будем судиться. И как удивительно, что судья, благой и добрый, объявил нам заранее, что он спросит нас на суде. То есть по каким статьям мы будем осуждены, и кто будет оправдан, а кто не будет оправдан, будет наказан. Это поразительно. То есть мы сегодня уже имеем право в Слове Божьем прочитать то, что мы услышим потом на суде. Кратко говоря, там будет два самых сильных глагола «отойдите» и «придите». Значит, «придите» благословенный отца, мы его будем сказаны одним, и скажут «отойдите, проклятый» и будет сказано другим. Вот в этих двух повелительных глаголах «придите» и «уйдите» заключается весь кошмар этого суда. Ну а перед тем, кого позвали и кого прогнали, значит, мы, собственно, и должны знать, за что будет сказано одно и сказано другое. Итак, Господь обещает сесть как царь на престоле славы, и как пастырь отделяет овец от козлов, какое-то разделяет несовместимое, разделит перед собой все народы и скажет находящимся справа, что они благословенны и что они наследуют царство, которое создано для них от сложения мира. То есть в этих словах нам открывается некая смысловая часть бытия человеческого. Существует царство, приготовленное для праведников, и нужно унаследовать это царство, нужно вписаться в него золотыми буквами и сделать свое пребывание в этом царстве неизгладимым, непоколебимым и неотменным. И перечисляет Господь дальше шесть добрых дел, в которых упражнялись эти люди. Он говорит, что они кормили голодных, поили жаждущих, одевали раздетых, приходили людям в больницу, посещали находящихся в тюрьме и вводили под кров находящихся бездомных. Кстати говоря, все это не делали те, которые были слева. И все это, что вы делали одному из меньших, всех это мне делали. То есть я был голоден, я был раздет, я был в тюрьме, я был беженцем и так далее. Все это говорит Господь. Но нужно сказать, что и современная повестка новостная, она говорит нам о том, что беженцы никуда не исчезли, бездомные никуда не исчезли. В самых богатых странах мира есть люди ночующие на теплотрассах и на шахтах метро, на этих воздуховодных. Есть люди, которые лишились всего и нуждаются в тарелке супа в день. То есть мир никуда не удалился от катастроф, которые сопутствуют ему. Никакая модель общественного развития не избавляет людей от бедности, болезни и тюрьмы. Поэтому даже и мы с вами говорили, что есть такие законодательные инициативы президента о том, чтобы бездомным платить какие-то минимальные деньги, чтобы они ниже низкого не падали, чтобы они могли купить лекарства или в бане помыться. О том, что нужно помогать социализироваться людям, которые вышли из заключения, чтобы они не возвращались обратно, ибо очень велик процент возвращающихся обратно. Это чистое Евангелие. Это чистое учение о страшном суде. Что любовь, некая сострадательная забота о тому, о ком никто не заботиться не хочет, о бомжении нужном никому, о бывшем заключенном, у которого нет больше никого, ни семьи, ни прописки, ни имущества. Это и есть Евангелие, собственно. В данном случае даже государство озабочивается тем, чтобы его участники и деятели, чтобы они на страшном суде стали по правую сторону от Иисуса Христа. А вот Донбасс, а вот беженцы, а вот приняли этих, приняли этих, помогли этим. А вот люди, допустим, кормят, опять-таки, бездомных, или одевают их, или помогают им как-то прийти в себя. Это зачем это все? Это вроде бы просто по любви, но на самом деле главный мотив может быть это желание войти в царство. Это желание исполнить Евангелие, это желание угодить Христу в лице этих людей. Потому что они говорят, а когда мы тебя видели, Господи, раздетым, голодным? Я думаю, что если бы мы видели самого Иисуса раздетым и голодным, мы бы со всех ног ломанулись бы к нему, чтобы помогать ему. Он говорит, что все, что вы сделали меньшим синим, это мне сделали. И не сделали, тоже мне не сделали. Значит, открывается нам такая великая тайна, которая уже теперь и не тайна, что делами милосердия, состраданием, деятельной любовью во имя Иисуса Христа, что очень важно, открываются двери Царствия Божьего. И кормить нужно не ради тщеславия, и раздавать нужно не ради того, чтобы о тебе написали статью в газете. И гуманизировать тюремное содержание людей нужно не для того, чтобы вступить в партию борьцов за разные свободы, не для этого, ради Иисуса Христа во имя Иисусова. Еще очень важная вещь, это тоже великое откровение о том, что для того, чтобы оказаться в аду, ничего плохого делать не надо. Надо никого убивать, оскорблять, насиловать, не нужно варить наркотики, раздавать его на районе, не нужно организовывать схемы кражи людей, например, с целью получения выкупа. Это все и так понятно, это дети ада, это уже дети ада. А для того, чтобы оказаться в преисподнем, нужно просто ничего не делать хорошего. Поэтому Христос говорит нам, что не будет даже за грехи осуждать, он будет судить за то, что ничего хорошего не сделал. То есть ты мне, говорит Христос, ничего хорошего не сделал. И идут сии, праведники, в жизнь вечную, а сии в муку вечную. Спорить нечем, как бы нету этого оригеновского апокатастасиса, значит нет ничего, есть жизнь вечная и мука вечная. Нам сказано это заранее, братья и сестры. Поэтому нужно упражняться в добрых делах, одеться в броню праведности, что называется, как к официанам сказано, для того, чтобы стать на суде с некой степенью надежды и не посрамиться. Чтобы быть дерзновенным на суде перед Иисусом, которого ты успел за свою жизнь много раз и одеть, и накормить, и защитить, и посетить, и помочь Ему, ибо все, что вы сделали меньшим всем, это вы мне сделали. Превратите эти слова в собственную жизнь, в дела свои, и страшный суд перестанет быть для вас страшным. Надеюсь. Во славу Христову. Аминь. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»